Здравствуйте! Снова Алиэкспресс, снова околоножевая распаковка, но предварительно небольшая история. Я тут в подарок девушке приобрел вот такой вот симпатичный Викторинокс с розовыми прозрачными накладками. Всё бы неплохо, но эти накладки очень легко царапаются и теряют свой интересный внешний вид. Я по наивности думал, что швейцарцы, как и раньше, вкладывают в комплект к таким ножам хотя бы свой самый дешёвый чехольчик из пластика. Он там, не знаю, возможно, несколько евроцентов и стоит, но как выяснилось, швейцарцы сделали богатую упаковку. Это вот коробочка от этого ножа. Зацените, сколько сил, времени и средств ушло на неё. Да, там ещё и лыжемент симпатичный. Давайте покажу. С лыжементом, с инструкцией, все дела. Но при этом они сэкономили на чехольчике. Вот даже простого, самого дешёвого чехла они сюда не вложили. Очень интересный у них, конечно, подход. Очень интересное управленческое решение, но да ладно. В любом случае чехол нужен, поэтому я пошерстил немножко Алиэкспресс и увидел, что китайцы продают из кожзама такие микро-чехольчики для электронных ключей. Решил попробовать использовать их именно под мелкие ножи. Купил два на именно эксперимент. Давайте посмотрим, что пришло и заодно сразу же померим. Да, примерно одно и то же по размерам, но разное по цветовому решению. Всё на китайском. Давайте я буду рвать. О, даже рвать не пришлось, всё развалилось. Ну да ладно. Конечно, вот этот аппендикс, он мне совсем не нужен и, скорее всего, я его сниму и выброшу. А вот сам чехол смотрится... Ну да, это, конечно, никакая не кожа. Это какой-то кожзам. Но что меня удивляет, это такой плотный и толстый кожзам. Я думал, будет гораздо тоньше. Конечно, нитки они не стали подбирать. И на все чехлы ставят белые нитки, что смотрится не очень, если честно. Вот этот цвет даже интересно смотрится. Под натуральную кожу сделано. Торцы обработаны так. На троечку. Ну, в принципе, если хотите, всегда можно доделать. Бесит эта белая нитка, конечно. Неужели нельзя было подобрать на другой цвет? Более подходящий. Подвес я с чехлов сразу же удалил. Дело в том, что если само кольцо внушает, в принципе, своей надежностью, да, оно из металла, который магнитится, оно толстое, выполнено аккуратно. А вот замочек, если честно, он выполнен из какого-то легкого сплава. И да, он выглядит как настоящий, трушный, металлический, но, блин, не знаю. Как по мне, это очень недодежный замок, и лучше ему не доверять. Лучше сразу удалить, чтобы он не стал причиной потери и чехла, и его содержимого. Что касается чехла и того, как он согласуется с ножом. Помещаем нож в чехол. Так это выглядит внутри. Есть всё-таки лишнее место. К сожалению, он не совсем всё-таки под нож создавался. По крайней мере, не под этот. Снаружи это выглядит следующим образом. Ещё один момент. У нас здесь люверс соприкасается с самым краем накладок. То есть накладки тоже могут поцарапаться из-за этого люверса. В принципе, люверс можно снять или поискать такой же чехол, но без люверсов. Но это надо искать именно. Есть такая проблема. А если подвешивать нож за ключи с помощью его родного колечка, то вот как-то так это будет выглядеть. В принципе, держится. В принципе, держится. Ну и так, в принципе, не выпадает. Хотя, конечно, явно чехол большего размера, чем надо. Есть у меня, кстати говоря, Victorinox более крупный. Точнее, более толстый. Здесь ещё ручка встроенная. Он садится, конечно, уже лучше. Держится более так надёжно внутри чехла. Ну и ещё давайте... Я недавно показывал вот такой вот интересный нож. Это уже не виксы, это у нас уже китайцы, да? Не порезаться бы. Он очень острый. Ну и давайте его попробуем вставить в чехольчик. Вот он неплохо сидит. Очень даже неплохо. В принципе, за свои небольшие деньги, как вариант добавить к своему мелкому виксу, в принципе, вполне себе рабочее решение, как по мне. Да, не самое идеальное, но стоит эта штука меньше 100 рублей, насколько я помню. И за эти деньги, к сожалению, уже нормального чехла на Victorinox не купишь. Сам чехол под виксы стоит... Иногда он стоит даже дороже, чем сам нож. Как это не парадоксально. Есть у виксов их родные силиконовые чехлы, и они стоят реально как нож. Не совсем понимаю такое маркетинговое решение, но вот что есть, то есть. Поэтому вариант с дешёвыми чехлами, в принципе, вполне себе работоспособный. Рекомендовать не буду. Кому надо, тот приглядится. Возможно, найдёт что-то такое, но получше, более подходящее под его требования. Но вот, хотел показать, поделиться. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. Ссылки будут, конечно, под видео, как обычно. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok